Всем привет! Это новый домашний влог. Сегодня 12 марта и у меня появилось настроение заснять домашний влог. Скорее всего будет влог за пару дней. Я сегодня буду за кайдром. Сегодня куча домашних дел. Мы ушли на больничный. Вчера вечером у Марка поднялась температура. Три недели мы отходили в сад. Это прям вообще подвиг был. И заболели. Муж утром съездил в аптеку, потому что у нас лекарства долго стояли. Срок годности истек. Пришлось новые покупать. И заодно написала списочек. Купил продукты. Купил огромную капусту. Угадайте, что я буду готовить? Один, два, три. Голубцы! Сто лет уже не готовила. Так. Купил сырок. Купил сметанку простоквашенную. Купил лимончики тонкокорые. Такие мелкие. Четыре штучки на чаек. Маркушку отпаивать. Витамин С. Так. Куриную грудку. Сейчас буду крутить фарш. Дальше морковочка. Я заметила, что грязная морковь лучше хранится, чем вот эта вот мытая. Так. Пачка творожка. Угадайте, что я еще сегодня буду готовить? Блины. Потому что масляная неделя заканчивается с творогом, с фаршем и целый пакет лука. В общем, вот такие были покупочки. Подготовила овощи. У меня сегодня морковка, лук, ну и капуста. Сейчас нужно будет это все подготовить, нарезать, натереть. Здесь у меня на блинчики, на начинку мясную и на голубцы. Так. Вот, кстати, с капустой я как-то не очень дружу. Знаю ее целую, бросают в кипяток. Кто-то в духовку, кто-то в микроволновку. Короче, я, наверное, буду вот так вот обдирать листочки и уже по отдельности варить. Напишите, как вы делаете голубцы. Ну, именно капусту подготавливайте. И у меня целая миска мяса. У меня здесь вот 4 грудки порезанных. У меня здесь кусочек, я оставляла мясо такое, знаете, нежирное, вот на стейке оставляла. Но решила сюда его покрутить, потому что мне нужно побольше фарша. И какие-то вот обрезки у меня лежали с жирком. Ну, чисто на фарш. Я всегда фарш сама дома делаю. Фарша нужно много. Мне нужно оставить чуть-чуть на пельмени, на голубцы и на блинчики, на начинку. Достала уже вот мясорубку. Буду крутить. Кстати, 8 марта прошло. Цветы все уже никакие. Розовые я уже повыкидывала. Эти тоже уже все выбрасываю. Нужно будет помыть вазочку. Так, я вся здесь в капусте. Короче, хороший вариант разделать капусту. Это вот мне мама говорила. Говорила, попробуй, попробуй. Серединку вырезаешь, микроволновку ставишь. У меня, тем более, есть режим диетическое меню. Режим морковка там. Выбрала и оставишь. И прям листочки хорошо-хорошо отходят. А если, ну, если надольше оставить, то они уже будут вот такие вот варены. Короче, вырезаю я лишнее. Видите, срезаю вот это вот грубое. Здесь вот прям кочерыжки вот эти вот срезаю, чтобы прям тонко-тонко было. И сейчас буду накладывать фаршик и заворачивать. У меня здесь фарш, соль, перец, рис и морковка, лук обжарено, чтобы было посочнее. Зелени у меня свежей нет, к сожалению. Яйцо я добавлять не буду. Кручу-верчу. Так, заматываю голубчики. У меня уже второй ряд. Зажарочку я приготовила. Лук, морковь, томатная паста. Вот так вот промазываю. Явой рукой, правда, неудобно. Уже заканчивается фарш. И как раз листочки тут вот последние остались. В общем, смысл понятен. Водичкой потом залью и поставлю в мультиварочке. Пусть тушится потихонечку. Знаю, некоторые в сметанке тушат. Я, кстати, никогда не готовила. Но уже буду делать в томате. Голубчики все начинают готовиться. Кирюху положила спать. Сейчас нужно стирку развесить на улице сегодня. Так солнечно, небо голубое-голубое. Так на улицу охота. Так, а я приготовила уже начинку мясную для блинов. Сначала сделаю блинов детям. Представляете, взяла сейчас яичко. Белки марку нельзя. Белки она в блинчике. А желтки марку можно. Представляете, двойной желток попался. Два желтка яички. Буду сейчас делать. У меня здесь универсальная мука безглютеновая. Чуть-чуть рисовой добавлю. Кукурузной муки. И стевии добавлю. И маслице сейчас еще. Наверное, кокосового я добавлю. Детские блинчики с мяском намотала. Маркушка три блина с мясом съела. Один у меня немножко порвался. Они маленькие. И заворачивать неудобно. Приходится вот так вот трубочкой просто сматывать. Ну, прям красивые, ажурные, вкусные такие. Красота. Замешала нам тесто. Девчонки, самое обычное. Вот такая миска огроменная просто. Ну что, осилим. Первый блин, кстати, не комом. Слава Богу. Ну что, приступаю к нашим. Детские блины уже готовы. Маркуха уже наелся. Я ему с мясом сделала. Зашел, говорит. Ой, блины, блины. Блиночки мои. Класс, вкуснятина. Я обожаю блины. Но жарить, конечно, я их не очень люблю. Мы вчера заезжали в Леран магазин за посудомойкой. Ну, купили. И там были, оказывается, акции 1 плюс 1 на сковородке. Мы собирались новые сковородки купить. Я муж говорит, возьми. А я не услышала, что там акции. Я говорю, да ладно, потом заедем и купим. Сегодня собралась блины жарить. Думаю, блин, как я вчера не купила сковородку. Потому что моя уже все, видите, такая потрепанная. Это, кстати, Лерановская сковородка очень хорошая. Вот больше года она служит прям верой и правдой. Она уже вся царапанная. Но до сих пор на ней хорошо блинчики отходят и пекутся. Вот новую куплю. Это, кстати, не подходит для индукционной плиты. Вот поэтому и придется новую покупать. Девчонки, голубчики готовы. Аромат потрясающий. Такие вкусные. Я уже один съела, вот второй достала. Еще вон даже паруют горячие. Стоят на поддержании температуры. Жду мужа. Он на квартире ремонтом занимается. Прям вкуснятина. Сто лет не готовила голубцы. Шесть часов вечера допекла блины. Ну что, всех с Масленицей поздравляю. Счастья, благополучия вашим семьям. Здоровья крепкого. Такая замученная. Сорри за свой внешний вид. Ну, я сегодня прям молодец. Отмучилась. Устала нереально. Поясница жутко болит. Сейчас доем свой блинчик. Кирюха, представляете, не спит. Может, сейчас уснет. Он и с Маркухой там играли, дурачились, хохотали, пока я тут вот блины доделывала. Говорю, Марк, да уйди ты. Пусть Кирюха спит. А они все вместе хохотят там. Пойду сейчас отдыхать. Лягу с Маркушкой. Кирюша пусть поспит хоть чуть-чуть. А то мы очень рано встали сегодня. Он, на удивление, почему-то в обед не уснул. Мужу скинуло фотки блинов голубцов. Он голубцы очень любит. И очень редко их готова. Скинуло фотки. Он не завтракал, ничего не ел сегодня. Говорит, не дразни меня. Затирает на плитке швы. В общем, вот так вот. А в понедельник должны вроде бы приехать натягивать потолки. А завтра я пойду доклеивать кусок обоины. переклеивать в ремонтном влоге, увидите. У нас там казус с обоями случился. Все. На сегодня все. Пошла я отдыхать. Сил нет. Утро следующего дня. 9 утра. Проснулась. Выбила стакан воды. Мои там еще все лежат. А я иду на квартиру. Мне нужно поклеить. Один кусок обоины. Сейчас вам приду, покажу. На улице так морозно, ветер. И где-то минус 20 телефон показывает. Песочком посыпали все. Что-то я так налегке оделась. Я уже на квартире. Обстановочка здесь вот такая вот. Я одновременно снимаю два влога. Не знаю, какой выйдет. Ремонтный, либо этот обычный. Скорее всего, наверное, сделаю ремонтный, а потом обычный влог. Короче, сейчас вот засниму все для ремонтного влога. Расскажу, что да как. Ну, и там посмотрите. Здесь я уже не буду ничего рассказывать. Потому что повторяться и там, и там будет неинтересно. Короче, вот видите, обоина. Мы здесь поклеили. Муж докупал один рулон. И мы его взяли, а он оказался темней. Хотя визуально они, в принципе, одинаковые. А когда поклеили, вот здесь прям была темная полоса. Видимо, 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 партии разные. И чуть-чуть, знаете, оттенок отличается. Я позавчера вот тут два куска переклеивала. Но один вот этот почему-то видно. Но уже все. У меня уже просто нервов нет на эти обои. Здесь, в принципе, все шторами, тюлью будет завешено. Поэтому визуально, я думаю, видно не будет. И если не присматриваться, да, в принципе, эта стена засвечивается, то вот эта стенка у нас будет темней на один-два тона. Мне вот сейчас задание. Мне нужно сюда одной поклеить вот эту полосу, чтобы она совпала с вот этими обоями. В общем, вот такая вот история. Настроение у меня немножко пропадает. Какого-то вот запала нет. Знаете, почему? Потому что нас тормозит туалет, в котором так еще не положили плитку. У меня такое ощущение, что мы, да, консомарта вообще не переедем. В общем, вот так вот. Ладно, снимаю быстро кусочек для ремонтного влога и начинаю клеить обоину. Надеюсь, у меня все быстро получится. Все, поклеила обои, но немножко она еще мокрая, высохнет и будет нормально. Подкрасила трубы, где краны меняли, немножко краску сдерли. Все, выхожу домой. Долго провозилась, целых два часа. Все, свет выключаю. Мне так нравятся включатели. Такие они прям крутые. Все, иду домой. Уже хочу кофе попить спокойно. Я уже давным-давно дома позавтракала и занималась домашними делами. Стирка, полы мыла, постельное меняла, пыль вытирала. Кирюха у меня засыпает уже три часа, даже, наверное, уже четвертый час. Марк с мужем играют в пластилин, лепят. Скоро муж на квартиру пойдет. Я вот только закончила дела делать. Так, смотрите. Вчера снимала для заставки бутончик. Вчера он желтый был, сегодня уже красный. Мне так нравится этот цветочек, он плетется. Он, по-моему, из семейства фиалковых. Очень красивый. Есть еще, по-моему, с темными листьями. И хочу, девчонки, показать вам свою орхидею. Мне муж ее дарил. Такая она немного у меня пыльная. И я уже, честно сказать, так разленилась. Я уже жду, не дождусь, когда мы будем собирать вещи. Я уже жду, не дождусь, когда придут горшки. Горшки я заказала для всех цветов беленькие. Буду пересаживать. Честно, вот прям разленилась, ничего не делаю. Ну, в общем, орхидея моя начала сохнуть, видите. Потом я уже думаю, все, ей капец пришел. Я пообрезала вот веточки. Ну, и что вы думаете? Начал расти вот листочек новый. Потом я вижу, вон, корешочек новый начинает. А самое главное, вы посмотрите. Это второй раз в жизни. Первый раз я, когда выращивала детку на орхидее, у меня ее сломал кот. Это вот второй раз у меня детка растет. В общем, у меня, видите, три листочка. И вот маленькая точечка, вот это вот начинают корешки проклевываться. Когда корешки будут примерно, там, 3-4-5, может, сантиметров, можно будет срезать и отсаживать орхидейку. Я надеюсь, у меня получится. Пишите в комментариях, кто любит орхидеи и кто деток выращивал. Может, какие-то советы дадите. В общем, я уже вообще думала, что ей капец пришел, потому что она начала прям засыхать, и листья вот тут подсыхали. Потом Марк мне ее залил, помогал мне цветы поливать. Залил, я поднимаю, а там куча воды. Но в итоге эта вода дала, видимо, какую-то влагу, не знаю, и она после вот этой заливки у меня начала расти. И вот такой вот сюрприз мне сделала. Красота, поделилась вам. Я очень люблю цветы, поэтому для меня это прям вообще отдушина какая-то. У меня настроение поднимается, особенно, когда они цветут. Заказала для своих красавиц горшки. Будем скоро пересаживать. Через 4 дня придут. И заказала вам уже на Валбересе огромный пакет дренажа. Землю я, наверное, не буду покупать. Может, новый пакетик какой-то куплю, чтобы разбавить. А еще что с интересненького, я дособирала пазлы. Кто-то опять мне напишет. Вот она там пазлы собирает, а влоге она не снимает. Дособирала я пазлы. Первые я собирала вот эти. А сейчас я вот дособирала вот эту картинку. Склеила уже, получается, она вот так, видите, со цельным полотном. Когда тебя никто не отвлекает, да, и есть время, то это очень круто. Вот собирать, знаете, отвлечься. Сидишь просто душой и телом отдыхаешь. Я вот думаю оформить эти пазлы в рамки белые, скорее всего, да. И повесить деткам в комнаты над кроватками. Я хотела им что-нибудь сделать в такой тематике джунглей. Понятное дело, что у нас там серые обои. Ну, вот такие вот, знаете, какие-то акценты интересные сделать. Может, корзину интересную какую-то для игрушек найду. Утро следующего дня. Так, пью витамины каждое утро. И несмотря на то, что я пью витамины каждое утро, девочки, у меня просто пучками вываливаются волосы. Я не знаю, что вообще происходит. У меня очень ломкие ногти. Одно время вот до этого я пропивала курс витамины. Мне присылали на обзор мишки для волос, такие голубые. Я как-то показывала обзор на них. После них у меня волосы не вываливались. Сейчас, видимо, эффект уже прошел, и у меня снова вываливаются волосы. Вот процесс помыть волосы, высушить, расчесать, просто клок волос. Я не пойму, что такое. Напишите, что мне пить. Я не знаю, что мне делать. Вот каждое утро я пью таблетку рыбьего жира. Вот она. Валерьяночка. Две таблеточки. Так, сейчас вот купила, начала пить витамины группы В. Беру недорогие витамины до 200 рублей. Вот так вот таблеточка. Купила витамин Е для кожи, для коллагена. Вот это оно полезно. Вот она, красненькая. Магний-Б6 для нервной системы. Бью. Ребенок у меня поел. Сам заливает тарелку. Какой ты молодец, Марк. Так, дальше. Витамин Д. У меня вот такой вот, там уже заканчивается, буквально несколько капсул осталось. А это я была в экспрессе. Увидела, что... Все, закрывай. Молодец. Увидела, что 55 рублей стоит 30 капсул. Вот такая вот капсулка. Вот так они выглядят. Купила, мы попробуем. Не знаю. Дальше. И две таблетки я пью. Свои женские цикловиты называются. Это не гормональные, это обычные витамины для волос, для ногтей и для женского здоровья. Поддерживают цикл. Я уже сто раз вам показывала. Прям я вот без них не могу. Все. Вот эту вот горку я каждое утро выпиваю. Вот такая вот у меня гора витаминок. Стаканчик водички и доброе утро. Есть свободная минутка себе время уделить. Я сделала девчонке маску. Такую ассортей. Сейчас вам покажу. Так, у меня есть две масочки. Мне присылали на обзор. Это крымская косметика Розетта. Вообще суперские маски. Вот это вот у меня уже заканчивается. Это активная маска обновляющая для кожи склонной к образованию акне. Салициловая кислота и яблочная кислота. По идее, вроде бы, да, кажется, что она должна подсушивать, но нет. Она совсем не подсушивает. Ее я вот наносила на вот эту вот зону. Здесь у меня сухая кожа. В принципе, она борется и с акне, и в то же время она не сушит кожу. Мне она прямо очень нравится. Здесь немножко осталось, скоро уж закончится. Вот этой маской я реже пользуюсь, потому что она прям в таких экстренных, знаете, ситуациях. Это глиняная маска, чтобы где-нибудь что-нибудь подсушить. Вот, например, вот у меня, зараза, скачала. Зеленая глина и морская соль. Глубокое очищение для проблемной кожи. И потом вот такая вот масочка у меня есть. Это уже какой-то другой бренд Minerality. Это омолаживающая гелевая маска с гиалуроновой кислотой, пептидами шелка для обновления и подтяжки кожи лица и век. Натуральные компоненты. Вообще суперская маска. Мне она очень нравится. Я ее наносила на веки. Ее можно наносить на веки. Она настолько увлажняет, питает кожу. Кожа просто как у младенца. Здесь ее тоже немножко осталось, пользуясь ей хорошенько. Присылали вот такую вот салфеточку для лица. Просто крутая вещь смывать маски. Мне прям нравится. Вот эти вот спонжики с фикс-прайс, которые я раньше очень любила. Сейчас я ими, в принципе, и не пользуюсь как-то. Нужно тут выбросить. Мочим ее под водичкой. И хорошенько-хорошенько смываем маски. Я вот постоянно-постоянно пользуюсь вот этой вот салфеточкой. Намочили, потом ее помыли, повесили, и она высыхает. Прям хорошо смывается. Мне прям очень нравится. Реально работает. Так, у нас бьюти-минутка будет. У меня закончился вот такой вот спрей. Разглаживающий спрей термозащита. Кафе Мими называется. Здесь вот чуть-чуть буквально осталось на один раз. Прям очень мне понравился. Но зашла в магазин буквально пару дней назад и купила себе новый. Стоил 89 рублей. Покупала по скидке. Это золотой шелк. Гиалуроновая кислота плюс коллаген. Масло органы для интенсивного питания ослабленных волос. Очень приятно пахнет. Я волосы с утра помыла. Маску нанесла. Пошла детей покормила. Витамину выпила. Сейчас быстро уход сделаю. И пойду завтракать. Заканчивается вот этот вот гель. Присылали мне на обзор. Это секреты лан суфле для умывания. Ну, смывает он хорошо. Макияж, да? Остатки макияжа. Ну, такой немножко он какой-то клейкий такой тянется. Плохо как-то вот размазывается. Ну, не так. Не очень, знаете. Зашел он мне, но я уже его допользую. Здесь немножко осталось. Купила, увидела тоже по скидке. Пенка мусс для умывания. Интенсивное питание. Коллаген. Эффективно снимает макияж. Питает, обеспечивает комфорт. Воздушная текстура. Не сушит кожу. У меня, наверное, никогда и не было косметики черный жемчуг. Я чуть не припоминаю. И я, наверное, пару раз в жизни пользовалась пенками, муссами. Вот такими вот жидкими. Как-то всегда гели, гели, гели. А вот захотелось мне что-то новенькое. Стоило 150 рублей по скидке. Сейчас я, кстати, сразу умоюсь. Покажу вам. Аромат потрясающий. Растираем, промываем. У меня немножко лоб воспалился. Вот здесь вот прям воспаленный. Сейчас намажу гелем, чтобы подсушить и убрать воспаление. Честно скажу, прям такой глобальный уход я делаю очень редко. И больше я, наверное, ухаживаю за кожей вечером. Утром я умываюсь обычной водой. Ну и если есть время и не забываю, то вот все никак не добью. Вот этот матирующий гель для умывания. Это гель-пенка, но оно совсем не пенится. Так чисто гелем лицо проходишь и все. Тоже присылали на обзор. Так, сейчас у меня закончился вот такой вот тоник. Факт. Присылали на обзор. Мне он очень понравился. Хорошо очищает. Здесь вот тоже на один раз осталось. Я купила себе новый. Такой же фирмой оказалось, как у меня вот был спрей для волос. Кафе Мими. Это тоник для лица, для сухой и чувствительной кожи. Написано, что не сушит кожу. Удобная, кстати, здесь помпочка. Нажал и наливаешь. Но я скажу, что кожу он, конечно, сушит. Подсушивает конкретно. Я взяла специально, чтобы не сушил. Но я вот протестировала его пару раз. Ну, стягивает. Немножко стягивает. Ну, ладно, уже как есть. Буду пользоваться. Намазала свое воспаление вот этим вот средством. Точечное нанесение антиакне. У меня целая серия есть. Прислали на обзор. Пользуюсь с удовольствием. Тоже скоро вот закончится. Крем-актив для кожи склонной к акне. Здесь в составе есть масло чайного дерева. И, кто не знал, масло чайного дерева очень хорошо убирает воспаление. Подсушивает прыщички всякие. Вот у меня есть. Если что, потом на ночь, наверное, намажу маслом. Что-то как-то меня подсыпало. Ну, что, естественно, то не безобразно. Ну что, я надеюсь, вам понравилось это бьюти-минуточка. У меня, как всегда, рот не закрывается. А то ничего я не снимаю. Это слишком длинные влоги получаются. Ну все, пошла я делать кофе. Потому что кофе для меня утром это прям какой-то ритуал. Особенно, чтобы меня никто не трогал, спокойно позавтракать не нужно. Чтобы у меня было хорошее настроение. Я позавтракала и сразу приступила к готовке. Сварила на всех кастрюльку супа небольшую с фасолью. Последний раз брала фасоль. Такая хорошая попалась. Мелкая-мелкая. Я такую люблю. Потому что иногда покупаешь, а она прям, знаете, крупная. И вот эта вот пленочка, оболочка слазит. Так, а это детям я приготовила рисовую лапшу. Она настолько вкусная, даже вкуснее, чем обычные спагетти. Здесь у меня креветки. Мы на 8 марта покупали с мужем, кушали и детям оставили. Я вот им приготовила рисовую лапшу с креветками и овощами. Из овощей у меня здесь лук, морковь, сладкий перчик был замороженный, брокколи, цветная капуста и стручковая фасоль. Так вкусно получилось. Вот приготовила. У нас еще есть по голубчику. Муж вот пообедал и у меня остался. Вот я сейчас пообедаю. И блины еще есть. Ну, если что, завтра что-то я, может, еще приготовлю. На улице такое небо голубое. Так на улице охота. Солнышко светит. Ну, дети сопливят. Кирюшка тоже что-то простыл, чихает. Носик забитый. Короче, недели две мы точно будем сидеть дома. Ну, вот такое вот бардачелло у нас. Пока мама готовила кушать. Я не убирала утром, потому что, ну, смысла нет. Смеси тут он раскрывал. Это все делает Кирюха. Марк не шкодничает так. Хотя Марк в таком же возрасте, как Кирилл, полтора-два года, он тоже вываливал вещи со шкафа. Вот у Кирюхи вот буквально неделю, как он вываливает, почти каждый день мне вещи. Вот вчера я все сложила, там идеальный был порядок. Полку достали, сушилку нужно разобрать. И вот так вот каждый день одно и то же. Время у нас обеденное. Папа наш съездил в город строительный, пообедал и пошел на квартиру заниматься. Кирюша все вон в сон уходит сейчас. Я мальчишек по разным комнатам в это время. Телевизор я сейчас выключаю. В обед Кирюха засыпает без телевизора. На ночной сон мы не можем его приучить, чтобы спал без телевизора. А нужно отучать, потому что сейчас на той квартире они будут вместе. Я сломал. Сломал? Потому что на той квартире они будут вместе в одной комнате. Машину сломал. О, как же я тебе сделала? Это папа вчера тебе делал машину. Светофор? Светофор. Скажи всем привет. Подписчики, привет. 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 Привет, да. Скажи, я заболел. Я заболел. Я заболел. Заболел, да. Сейчас, Маркушечка, подождешь, мама сделает. Делай светофор пока. Сделай светофор. И вот здесь тоже. Видите, какой порядок в детской комнате. Это просто пипец. Где светофор? Делай, да, светофор. Марк у нас деловая колбаса с боржоми. Мы ему сейчас водичку такую покупаем. Ему нравится. Обычная с газами она не очень. Ему такая боржоми. Либо ей с интуки с удовольствием пьет. Так, мне вот нужно вот эту красоту закрасить. Все никак, руки не дойдут перед отъездом на новую квартиру. Нужно обязательно все будет выдравить, привести в нормальный вид, чтобы не стыдно было после себя квартиру сдать. Так, мы продали мебель. Продали вот эти шкафы. Как продали? Они остаются здесь. Нам потом деньги отдадут. Дальше мы продали комод детский. Поэтому вещи вот это вот сюда переехали. Там они пустые полки были. Переехали. Вот сейчас все Кирюха вываливает. Мы продали наш стол, который вот здесь вот стоял. Все, мы уже готовимся к переезду. Мы продали вот эту вот стенку. Она тоже остается в этой квартире. Нам тоже потом отдадут денежку. Даже если вдруг мы не успеем. У нас квартира оплачена по 25 марта. Если, допустим, мы до 25 марта не успеем переехать, а я чувствую, мы не успеем переехать, то, ну, скорее всего, там как-то посчитаем и в счет квартплаты мы оставляем мебель. Ну, либо часть денег нам отдадут потом. Кроватку мы пока забираем с собой. Хотя мы две кровати новых купили детям. Ну, пока Кирюшка вот маленький. Пока он вот так вот сам засыпает. Потому что на обычной кровати он будет вставать. Ну, в общем, вот такая вот у нас обстановка. Пока Кирюха засыпает, у меня есть время быстренько доубираться, навести порядок в квартире. Честно, разленилась вот вообще нереально. И видео не снимаю практически, да. Но сейчас ремонтные влоги. А так вот за домашние влоги я совсем забываю. Но вот реально нет ни сил, ни желания. Потому что вот так целый день что-то бегаешь, делаешь, что готовишь, что убираешь за этими поросятами. То детей покормить, то куда-то сходить, то на занятия, то еще что-то, то на квартире эти обои клеим. Я вот даже не крашусь в последнее время. Я во всех влогах какая-то ненакрашенная, замученная. Мешки, синяки под глазами. Ну, блин, ну, сори. Это жизнь, я думаю, вы меня понимаете. Постараюсь не пропадать. Я надеюсь, у меня сейчас начнет появляться настроение с переездом, когда уже начнется вот это вот все, вот этот самый пик, да. Жара, когда начнется. И на улице уже скорее бы потеплело, чтобы прям уже весна-весна была. Потому что снега у нас еще, ого-го, очень много. И морозы бывают. Ну, в общем, вот так вот. Сейчас убираюсь, иду с Маркушкой, лежим мы, отдыхаем немножко. Вот так всегда, пока Кирюха спит. Позволяю себе в обед лечь, отдохнуть, набраться сил. Потом с Марком мы играем, занимаемся. Потом Кирюха просыпается, потом кормлю. Ну, и вот так вот все, каждый день по расписанию все. Все, я всех целую. Всем огромное спасибо, кто досмотрел видео до конца. Всем удачи, всем хорошего настроения. Всем пока-пока.